Брестское областное отделение и Белорусский союз женщин объединяет порядка 33 тысяч представительниц прекрасной половины нашей области. И количество растет, потому что в женской натуре забудется о ближнем, сострадать, сопереживать, помогать. А объединившись миром, достичь можно очень многого. Считают брещанки и говорят, все можно изменить к лучшему, если последовательно изменять себя и общество, в котором мы живем. За год 2017-й сделано очень много планов и еще больше. Сегодня перед нами, перед женщинами поставлено ряд задач по усовершенствованию нашей деятельности, по приближению молодежных коллективов, по участию в нашем женском движении. Ну и еще такой момент, наш Белорусский союз женщин не стоит в стороне от наших событий в государстве, которые проходят и уже вступила в активную фазу своя выборная кампания. Поэтому на сегодняшний день мы утвердили и рекомендовали наших женщин, наши избирательные комиссии. Белорусский союз женщин. О роли и месте этой женской общественной организации много говорить не надо. Все понятно и так. От женщин везде и всегда зависит очень много. В том числе мир и согласие, спокойствие и порядок в государстве. А чтобы все это получалось, активистки движения не сидят на месте. Достаточно часто проводятся выездные заседания. В этот раз, подводя итоги, женщины посетили Брестский чулочный комбинат, территориальный центр, детскую поликлинику номер один. Мы посетили ряд предприятий в рамках проведения областного президиума. Это наш чулочный комбинат, на котором большинство работают женщин, ознакомились с условиями труда наших женщин, соснакомились с их социальным пакетом на сегодняшний день. И в том числе посмотрели, насколько сегодня данное предприятие преобразилось. Для нашей организации это очень важно, потому что это и новое создание рабочих мест для женщин, это и состояние, жизненное состояние, финансовое состояние наших женщин, женщин нашего города. Мы сегодня были там, где молодые председатели первичек, и молодые председатели первичек территориального центра, поликлиники номер один детской, средняя школа номер 24, рассказывали о своей работе с молодежью. Потому что мы прекрасно понимаем, если не будет молодых кадров, то, конечно же, и не будет и преемственности. Их женщин немного в городе Бресте, которые могут развивать предпринимательскую деятельность. А вот Наталья Мильяновна Ильницкая, это как раз тот человек, который показывает на ярком примере, и именно на Янтарной лагуне. Вот сегодня мы познакомимся с этим предприятием, посмотрим, насколько у нее поставлена работа, и посмотрим ее гостиницу и ее сферу обслуживания. И, наверное, будете приглашать сюда гостей? Ну, конечно, мы тоже, так считаем, международное сотрудничество хорошо развито в городской организации. Поэтому надеемся, что тут будут и женщины Равенцбурга, и женщины Польши, и женщины России. Действительно, комплекс «Лагуна» и «Янтарная» – великолепный показатель работы индивидуального предпринимателя. Член направления областной организации Белорусского союза женщин Наталья Ельницкая в этом убедились участницы мероприятия. «Лагуна» и «Янтарная» соответствуют всем современным требованиям, предъявляемым к таким предприятиям. Великолепные гостиничные номера, демократичная ценовая политика, а также индивидуальный комплексный подход. Кроме уютной атмосферы, гостей ожидают блюда, национальная кухня и, конечно же, приятная музыка. Словом, все то, что требуется для прекрасного отдыха. Здесь можно проводить юбилейные мероприятия, свадебные торжества, банкеты и корпоративы, в том числе и новогодние. Приглашаем всех желающих провести новогодние корпоративы в нашем гостиничном комплексе «Лагуна» и «Янтарная». Здесь вас ждет прекрасный сервис, праздничная атмосфера, замечательная кухня, которая включает в себя национальную белорусскую и европейскую кухню, а также шикарное музыкальное сопровождение. «Лагуна» и «Янтарная» ждет вас. Приходите к нам, друзья, мы будем очень рады видеть вас. Мы сумеем подобрать ключик к вашему настроению. Подводя итоги работы, все планы и задумки, все нерешенные вопросы не списали, а перенесли на будущее. Воплотить их в жизнь является задачей членов областного президиума Белорусского союза женщин. Продолжение следует...